Третий открытый чемпионат Содружества Независимых Государств по судомодельному спорту СНГ-2011 прошел в последние дни сентября в Севастополе. В Айдарской долине в селе Передовом уже не первый раз собираются ведущие судомоделисты Украины и России. Инициаторами и организаторами соревнований выступили Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины, Национальная федерация судомодельного спорта, Центральный комитет общества содействия обороны Украины. Спортсмены соревновались в шести классах судов на глади озера детского оздоровительного лагеря «Атлантика». Договор между Россией и Украиной Белоруссией мы подписали три года назад по разным классам моделей и для укрепления дружбы, сотрудничества и повышения спортивного мастерства, что дает свои положительные результаты. Федерация три года назад уже благодаря своим успехам на международном уровне получила статус национальный. За 10 лет федерация привезла более 250 медалей. В этом году с чемпионата мира Европы наши спортсмены привезли 32 медали. Судомодельный спорт – технический вид спорта, включающий проектирование и постройку моделей кораблей и судов для спортивных соревнований. Спортивные модели делятся на 36 классов. В основе деления – принцип классификации кораблей военно-морских и торговых флотов. В самоходных моделях используются микродвигатели, резиномеханические, генерационные, паровые, внутреннего сгорания, электрические, паруса. Различают соревнования стендовые, конкурсы настольных и некоторых действующих моделей. Оценивается изжящество изготовления и соответствует чартерам и прототипу. Их ходовые соревнования на скорость, устойчивость на курсы, маневренность самоходных моделей, надводных судов и кораблей, в том числе и на подводных крыльях. И подводных лодок, скоростных кордовых моделей, произвольные конструкции, управляемых моделью с помощью беспроволочной связи, классные гонки моделей парусных яхт. Это место было предложено севастопольскими спортсменами три года назад. Начали проводить здесь Кубок Севастополя по моделям класса М, это моторная группа. И в течение с 15-10 участников до весны этого года, когда проводили третий Кубок Севастополя, количество моделей, участников в Кубке выросло до 100 моделей. То есть приезжают россияне, белорусы, и это место понравилось и подходит для класса моделей НС. То есть рядом есть жилье, рядом есть вода, ну и рядом Севастополь, который для моделистов, судомоделистов – это МЕКО. На международном уровне судомодельный спорт курирует международная организация судомоделизма и судомодельного спорта «Навига», которая устанавливает классификацию, правила и порядок проведения соревнований. Эта классификация определяет секции моделей. Самая массовая секция М – скоростные модели с двигателями внутреннего сгорания или с электродвигателями с питанием напряжением до 42 В. Сюда же включены скоростные радиоуправляемые модели фигурного класса и модели для групповых гонок продолжительностью до 18 минут. Отдельную подсекцию составляют скоростные модели полукопии для групповых гонок продолжительностью до 6 минут. Секция ФСР – гоночные модели с двигателями внутреннего сгорания с объемом от 3,5 до 15 кубических сантиметров. Секция С – радиоуправляемые модели яхт длиной от 1000 мм до 1270 мм. Секция АБ – скоростные кордовые модели с грыбным винтом и двигателем внутреннего сгорания объемом от 3,5 до 10 кубических сантиметров. Подсекция Б1 – воздушный винт и двигатель объемом до 2,5 сантиметров. Секция С – стендовые модели. Она включает в себя модели парусных, военных и гражданских судов, фрагменты кораблей и диорам. Микромодели. Пятыми в этой секции идут модели кораблей в бутылках. Шестыми – модели кораблей из промышленных пластиковых наборов. Седьмыми – модели из бумаги. Участники соревнований на озере в Передовом оценили условия организации гонок и размещения спортсменов как отличные. Возможно, что Байдарская долина станет местом проведения и следующего чемпионата Украины и чемпионата СНГ.